Вот Минздрав приходила, была комиссия в декабре месяце, приходили Минздрав сюда, но не сюда, они вообще ходили как бы по ЦРБ и смотрели, постельное смотрели, то есть подушки, одеяло, они сказали, нет ни одной подушки, чтобы они были все белоснежные, все хорошие, но вот они все в моче, все подушки в моче, вот пожалуйста, тут вообще кровь, то есть вот они все такие. Как вы в таких условиях работаете вообще? Очень тяжело работаем, все здоровье оставили, я перенесла операцию, удалили все по-женски мне из-за того, что мы кот стирали в холодной воде, кот, сейчас у меня артроза, артрит, обоих коленей, я еле хожу, да, я понимаю, у меня вес, но это не из-за веса, это все из-за резины, это все из-за холодной воды, что мы ходим босиком по воде, руки, артроза, артрит, все пальцы извернула, у Татьяны вообще ужасно. Невозможно, видите, все руки кривые, все немеет. Какая у вас зарплата? Одиннадцать тысяч. При такой зарплате невозможно жить и учить детей. Так автобус вижу, на работу иду, что, и сразу прямо дрожь берет, что, господи, где денется на билеты, опять я и буду брать. Невозможно. И такое унижение, постоянное давление, унижение и оскорбление.